Здравствуйте! Меня зовут Ксения, и это очередной сборник интересных фактов. Он окружает нас день напролет, но часто мы замечаем его только когда в нем появляются необычные нотки. Сегодня речь пойдет о звуке. С первым фактом расскажу вам, откуда берутся звуки. Мы с вами живем в мире, который звуками наполнен, но часто не замечаем их. А на самом деле природа звука удивительна. Это ведь волны. Вот представьте себе гитарную струну. Если ее коснуться, она начинает двигаться из стороны в сторону, то есть колебаться. Эти колебания вызывают движение молекул в окружающем воздухе. Молекула сдвигается со своего положения, толкает соседнюю, потом возвращается назад. Запускается цепочка. Молекула около источника звука толкает соседи, те соседи, соседи, соседи. И так звук доходит до нашего уха. Эта волна вызывает колебания барабанной перепонки в нашем ухе. И мы слышим звук. Вот такое путешествие. Второй факт. Как море попало в ракушку? Чтобы понять, почему мы слышим море, прикладывая ракушку к уху, нужно запомнить один секрет. Дело в том, что звук и шум — это разные вещи. Звук — это колебания, которые различают наше ухо. А вот шум — это смешение множества звуков, в котором уже сложно что-то различить. Например, шум моря состоит из таких звуков, как шуршание, шипение, звук волн и так далее. А ракушка представляет собой замкнутый объект. Когда мы прикладываем ее к уху, в ней отражаются звуки помещения или другого места, в котором мы находимся. Они все собираются там, смешиваются, и вот и получается шум, который напоминает морской. Поэтому, если вы захотите услышать море, на самом деле вы можете приложить к уху любой замкнутый объект, даже чашку. Наверняка море послышится вам и оттуда. Третий факт. Звук не так безобиден, как кажется. Часто мы имеем дело с приятными звуками, такими, как пение птиц. Но на самом деле звук может быть опасен. Мощность звука, уровень звучания, измеряют в децибелах. Обычный разговор — это где-то 45-55 децибел. А вот реактивный самолет взлетает, издавая звук мощностью 130 децибел. Такая мощность уже может повредить слух у человека. А 200 децибел — это уровень, который может быть опасным для жизни. В природе есть организмы, которые используют мощность звука в своих корыстных целях. Стреляющие креветки могут издавать с помощью крешней щелчок громкостью 218 децибел. Это сравнимо с мощностью рёва кита. Используя этот щелчок, они способны убить рыбу. Вот такая сила звука. Твердый факт. В природе есть птица, которая может повторить не только слова человека, но и звук выстрела ружья или звук бензопилы. Эта птица живёт в Австралии, а называется вид лирохвост. Но на самом деле видов птиц, которые могут повторить человеческий голос, насчитывается несколько сотен. Они делают это по разным причинам. Например, те, что живут в семьях, скорее всего, таким образом просто пытаются научиться исполнять песни своей новой семьи. А ещё птицы в природе часто используют механизм повторения в своих целях, например, для охоты. Кукушка умеет кричать, как ястреб, чтобы выманить родителей высиживающих птенцов из гнезда. Пятый факт. Электроавтомобили специально делают шумнее, чем они есть. Этот факт показывает, какую большую роль звуки играют в нашей повседневной жизни. Дело в том, что двигатель электрокаров принципиально иной, чем у обычных машин. Он практически не издаёт шума. Выяснилось, что в связи с этим растёт опасность аварийной ситуации на дороге. Пешеходы просто не замечают, не слышат приближающийся автомобиль. Особенно пешеходы незрячие. Поэтому в Европе, в Японии и США уже приняты законы, согласно которым на электроавтомобили нужно ставить специальное шумящее оборудование. Шестой факт. В Японии придумали специальные шумящие полы для защиты от воров. Такие полы, которые прозвали соловьинами, много лет применяли в японских замках и храмах. Технология укладки досок была такова, что если человек шёл по полу, он издавал свист, который только усиливался, если человек шёл на цыпочках, пытаясь прокрасться незамеченным. Седьмой факт. В космосе царит тишина. Мы с вами узнали, что звук имеет волновую природу, то есть связан с движением мельчайших частиц в окружающем воздухе. А вот в космосе царит вакуум, то есть там мельчайшие частицы находятся так далеко друг от друга, что не могут сталкиваться, не могут передавать эти колебания друг другу. Восьмой факт. Напоследок расскажу вам о самом распространённом в мире звуке. Это звук А. Он есть в каждом языке на нашей планете, а их насчитывается почти 7000. Звук А.